Всем привет! С вами Ольга Чернола и моя огородная азбука. Вот я сейчас высаживаю сорт голубые ели, про который я не так давно вам показывала его. И хочу показать еще один способ высадки, потому что когда я показывала, как я высаживаю, я заливаю сильно-сильно лунки, потом жду, когда вода уйдет, потом туда заглубляю томат и снова поливаю. Начали спрашивать, только так можно садить или можно садить еще как-то по-другому, не заливая лунки. Да, по-другому садить можно. Я сейчас покажу вам сухой метод посадки с последующим поливом и расскажу, какие нюансы в нем присутствуют, к чему нужно внимательно отнестись. Вот я сейчас буду высаживать голубую ель. Ну, во-первых, я удаляю, видите, семидольки где? Семидольки и два нижних листа, потому что они, этот стебель удет в землю, и желательно, чтобы там не были листики, чтобы они не загнили. Я сделала лунку, лунку не поливала, просто влажный грунт, достаточно влажный, и туда прям в сухой грунт я вот эту помидорку разместила. И вторую также. Потом я сейчас ее раз прикопаю и после этого полью. Так тоже можно высадить. Но я сейчас скажу, к чему нужно отнестись очень внимательно. При такой высадке мы можем сделать ошибки. Если вы заглубите мало, неглубоко, то при таком поливе потом, как рыхлый грунт, он же опадает, оседает, возможен размых в корней. Грунт осядет, и ваша помидорка будет почти на поверхности корни. За этим нужно следить. Если вы заглубите слишком глубоко помидорку, при поливе, возможно, вода не дойдет, но не промочит столько расстояния, на какую глубину вы ее заглубили. И корень останется в полусухом грунте. Вот если вы хотите таким способом высаживать, то нужно быть осторожным, нужно обращать на это внимание. Или вы мелко садите, или вы глубоко. Если садите мелко, то поливать нужно очень осторожно, потому что, видите, я начала поливать, вот здесь уже ямка. Значит, корень может оголиться. Будет жарко, ему будет плохо. Если заглубите глубоко сам томат, то вода может туда не дойти. Значит, поливайте сильнее, чтобы вода дошла вот до той глубины. И грунт должен пробочиться еще под корнями, корней, ой, сантиметров 15, потому что корни будут туда проходить вглубь. Нужно, чтобы грунт был влажный и такой проходимый, мягкий. Вот, это другой способ посадки. Первый я когда показывала, я сначала проливала хорошо, и потом вот в эту жидкую землю садила и сверху поливала. Вот это с единовременным поливом я посадила в грунт увлажненный, просто в сухой. Закрыла этим же грунтом и сверху уже полила. Так тоже можно садить. Так садить даже удобнее, но нужно следить за глубиной, за заглублением вот этих томатов. Все. До свидания. Надеюсь, вы поняли, на что нужно обратить внимание при такой посадке. Если мелко садите, осторожно поливайте, если глубоко садите, поливайте сильно. Но поливать нужно при посадке в любом случае сильно, нужно, чтобы там был влага задел, вот этот вот, на целую неделю, потому что неделю после высадки в теплицу томаты поливать нельзя. Почему нельзя, расскажу в следующем видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok